всем привет я не знаю ты слышно ли музыку слышно ли нас же я залезу в замок тоже всем привет ребята мы сегодня на большом экране в форте рузды или я не знаю где мы большое большое и смотри какие мы большие вау блин тут столько места столько места наверное надо убирать эту фигню у тебя чувак чат отстает я уже там что-то писал будет короче очень долго плакать у нас ребята сегодня телефонный эфир но ничего мы будем мы будем стараться ребятки всем привет кто первый раз с нами мы канал вечерние кости сегодня у нас особенный особенно 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 и мы кращу вас сегодня фритокс где мы обсуждаем разные дэшные достойные ролевые игры разную фигню о жизни и болтаем о жизни а ты у тебя между делом музыка у нас технические проблемы решать на самом деле мы рассчитывали что будем читать чатик с моего телефона но мой телефон не отображает или загрузить окей я перезагружу свой телефон так между тем между делом мы сегодня будем перезагрузить просто этот апп и будет все нормально ну или увеличительное стекло просто чтоб я монитор видел отсюда ну что-то напишет может там что-то поменяется между делом мы сегодня будем говорить опять же как мы в прошлый раз и где остановились мы будем говорить про новое дополнение про ксанатара и про мы в прошлый раз проходили вот все пошло классы мы рассматривали классы в прошлый раз а сегодня мы будем говорить про новое заклинание да и то есть это самая самая большая ценность этой книги на самом деле для игрока для мастера в принципе тоже то есть новый класс для игрока новые классы и новые заклинания класса мы разобрали смотрите предыдущие видео из этой серии да я бэк только на этот на самом деле а потом я опять в ссылку короче визгнать круг телепортационный круг короче ты должен вернуться потом ты опять будешь да 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 ребятки вот это все и саша участвовал и конечно большое спасибо денису потому что на самом деле денис тут самый большой прораб в этом деле так что денис ты нас смотришь но я уверен что ты нас не смотришь сейчас потому что он по делам где-то так что вот такая вот штука я думаю ты будет позитивный фидбэк всем будет нравиться тут еще будет освещение крутое всякие баннеры короче мы вчера только всю эту ночь мы все поймете во вторник если кто первый раз нас смотрит ребята во вторник по вторника мы играем в нашу большую компанию по джинс and dragons 5 редакция в мире но и это постапокалиптический фэнтезийный сеттинг в пустынном мире разрушенный разрушенным войной богов это ребята на самом деле мы ваш донат отдали нашему сторожу короче и он нас во первых не выгнал а во-вторых развел большой костер на этот этаж он ниже чтобы нас тут грело как нормальные мужики и мне задали вопрос привате когда мы увидим рюрика с голым торсом одна девушка которая нас смотрит спросила что будет ли такое так что да вот такие вот дела так что если я начать нас смотрит может будет готовить очень жестко так что был такой вот вопрос поднятый два слова можем сказать о тем ребятам которые не присутствовали на прошлой игре о том про vampire masquerade да ребята в общем перед новым годом то есть где-то через две недельки ориентировочно я так подозреваю я думаю что уже назревает где-то дата последняя перед последней суббота ну да 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 мы будем играть в он шут по в импорде мастерей маскарад вампиров классический мир тьмы world of darkness кто не знает гуглите это 2 популярности настольная ролевая игра по крайней мере в снг после dungeons and dragons мы будем играть вампирами в новогоднюю в рождественскую ночь это будет ваншот будет круто будет готика будет не знаю темные подворотни магия культизм кровь и все такое я буду вести игру ребята будут корчить из себя вампиров так что приходите смотреть смотрите смотрите этих доморощенных планов цепыша и балл лугуши так что будет круто приходите смотрите chicago ночь перед рождеством я уже я уже готов с ребятами готовы так ладно давай будем просматривать наш спеллбук на этот раз и будем проходить сквозь каждый класс кто не скачал книгу или еще не видел саму pdf файл у нас в группе она есть подкрепленная под хэштегом санатар так что скачивайте и можете пролистать точно туда же на третью главу где все все заклинания по одному мы мы особо не будем как-то кончить себя экспертов будем смотреть как как все пойдет и будем по одному рассматривать заклинание какое нам так понравится в стилистике будем читать описание и увидим что как там у нас на видео задержка 5 минут я уверен что сейчас не так далеко у нас какой-то хайпер луп короче включенный так ладно давай по бардамским спеллам барда на самом деле очень много не добавилось первое это то есть хлоп хлоп гром грома грома хлоп 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 и это кентри хлопок грома да это мне что-то подсказывает что это похоже на облегченная версия тандыр ваев шатер андре клап почти точно тоже тоже взрывается в 100 футах тебя слышно нужно сделать на телосложение у тебя тоже телосложение бросок и 1d6 ну да облегченная версия получается то есть можно его спамить по кд то есть прикольно получается что у этого кентрипа тоже что где-то какая-то какашка короче получается что этот кентрип тоже можно скейлить с уровнем то есть с уровнем он становится все мощнее ага да вот но то есть там где-то например на на одиннадцатом уровне он наносит 3d6 урона то есть это меньше конечно чем дамбр вайф да но это кентрип то есть вы можете его постоянно постоянно его убить это вот бардерский кентрип который новый и потом дальше это то есть дрог земли да это уже какое-то более новенькое такого по моему еще не было где дрожит земля давай посмотрим что это давай давай я думаю что они будут все таки повторяться я думаю что у волшебника почти все заклемания будут такие одинаковые где-то так что она делает что она делает начинает начинается дрожать земля надо сделать с подбросок на ловкость и ну как все было понятно получаешь 1d6 как это blood going это дробящего дробящего урона и падаешь на копу то есть в прямом смысле начинает дрожать земля и падаешь на копку срокопам да 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 потом мне кажется второй уровень у меня достаточно простой пиротехника sky ride это мне кажется в большом шоу которое мы знаем это используется постоянно этот в critical role sky ride это постоянно тема я рисую на небе да я помню это в прямом смысле она пишешь с облачков рисуешь какие-то там не знаю там пора наступать то есть какие-то символы ну это такое больше получается лаповый такой спал да он как бы дает какую-то механику для того чтобы интерес интерес вот это вот очень клевая штука и будем пролетать несколько catnap то есть отдых кошечки я в прошлый раз читал это на самом деле очень прикольная штука оно дает следующее если я не ошибаюсь если вы отдыхаете 10 минут при этом заклинание вы делаете короткий отдых то есть вы сможете ваша party может сделать короткий отдых за 10 минут то есть если какая-то жопа вообще вы забегаете и у вас есть 10 минут там кто-то один держит дверь и все что Денис будет держать дверь почему ты не помнишь ладно потом инсайдерский юмор минутка инсайдерского юмора настолько инсайдерского что даже я его не понимаю потому что ты не помнишь все может быть да так что это дает сделать short rest то есть короткий отдых прикольно получается утильтарное заклинание которое оно ситуативное не всегда оно будет полезно но знаешь оно полезно наверно в таких насыщенных боями приключениях в Dungeon Crowley это может быть прикольная штука да классно что эти заклинания они добавляют больше гибкости разным классам делая их более полезными в тех или иных ситуациях мне кажется да это достаточно прикольное заклинание вот следующее заклинание уже достаточно начинает быть интересным это третье третьего уровня заклинания называется enemies abound то есть противники повсюду ну я бы так его перевел наверное и что он делает он делает то что противник не может судить кто друг и кто противник больше то есть он ты его вкидываешь у него тут есть спас-бросок и он если это например какой-то big boss если очень много маленьких миньонов ты на него бросаешь и босс входит в такой френзи и он уже не знает и ты друг или он друг то есть если вы стоите далеко от босса и убегаете он начинает своих хвалить пока то есть это получается своего рода ты как-то заджамил его этот как-то заджамил его систему распознавания свой-чужой круто да потом понятно сделали интересные вещи мне кажется сейчас поменяли есть было dominate monster то есть доминировать монстра а сейчас есть charm то есть соблазить не соблазить но соблазнить charm как это? очаровать очаровать монстра вот если я буду играть бардом когда-нибудь тем самым бардом у меня будет заклинание очаровать монстра эй очаровать монстра добавили то есть это такое достаточно крутое потом у барда усилить скил это дает мастерство к одному скиллу то есть если кто-то там будет что-то делать у него будет мастерство в каком-то скиле например он будет более скрытный или там более общительный потом прыгаем пару на девятый уровень у барда появляется массовый полимор то есть ты можешь превратить всю свою партию в коров в коров ну это достаточно серьезное заклинание потому что если у тебя девятого уровня заклинания и ты можешь превращать игроков в тот же уровень сложности как уровень игрока а когда у тебя девятый уровень заклинания вы уже вся партия минимум пятнадцатого уровня да то есть это означает что вы можете все стать adult dragons типа вся партия может быть в прямом смысле под партией драконов да круто и это ну это супер круто ну и конечно же мне кажется вот этот вот психический вопл или не знаю крик мне кажется это супер бардовская тема это какой-то не знаю death metal бард который скрипит и там все разлетается то есть все разлетается нафиг и он наносит достаточно большое мы вот перед эфиром говорили 14d6 психического урона но это какой-то невероятный дальше клирик я думаю ты тут сам уже знаешь потому что ты должен был просмотреть да я просматривал заклинания клирика в общем первое первое впечатление ну тоже в принципе что в целом вот этих новых заклинаний клирик стал более гибким более таким полезным классом больше гибкости в тех или иных ситуациях ты можешь в зависимости конечно от выбранного домейна ну да ты можешь быстро переключаться например на поле боя то есть с одной роли на другую роль то есть очень много классных штук ну погнали значит первые тут кэнтрипы я уже пытался использовать оба нет один кэнтрип пока что в нашей основной компании называется tall the dead это колокол мертвых как-то так я бы сказал идемте посмотрим по сути это такой типичный атакующий кэнтрип но с интересной особенностью в общем вот тут он смотрите он наносит то есть цель проходит спас бросок на мудрость поэтому прикольно использовать это заклинание на туповатых врагов да и получает 1 до 8 некротического урона но если цель передать им уже повреждена то она получает 1 до 12 некротического урона и что круто этот кэнтрип усиливается с уровнем то есть и на пятом уровне он например наносит 2d8 некротического урона или 2d12 а то есть у тебя там вот почему ты его спамишь где там оказывается там возрастной а если мудрость да понимаешь а на 11 уровне ты будешь наносить 3d12 некротического урона в случае если цель ранена или 3d8 или 3d12 прикольно ну очень неплохой на самом деле кэнтрип боевой учитывая что некротический урон он имеет свою специфику поэтому круто вот дальше идет World of Radiance он кажется он уже назывался немного по-другому если я не ошибаюсь но тут слова святые слова да слова благодати не знаю в общем тоже это атакующий кэнтрип цель должна пройти спас бросок на конститутную на телосложение или получить 1d6 священного урона и опять же при увеличении уровня у нас увеличивается урон но опять же священный урон он как бы тоже свою специфику имеет то есть и там и там и там и там то есть у тебя есть выбор между некритического и святого дамага это достаточно прикольно это а и что важно в случае священного слова каждое существо в поле действия этого заклинания получает 1d6 а мне кажется у этого даже есть какой-то вкус что ты начинаешь какие-то нашептывать какие-то святые слова да радиус радиус действия конечно не такой большой да то есть 5 футов всего от тебя но тем не менее если тебя окружила толпа низкоуровневых монстров ну да это такая частички прикольно так погнали дальше на первом уровне мы получаем заклинание церемония оно мне очень понравилось я жду момента когда я его использую у нас на игре сейчас сейчас вам расскажу там по-моему если я правильно помню там можно женить кого-то там вообще короче да смотрите значит это ритуал по-первых его можно использовать как ритуал то есть это заклинание не будет расходовать полслот если вы используете как ритуал значит значит ты собственно проводя ритуал ну церемонию ты можешь выбрать один из следующих эффектов первый из них это это тот который чтобы они не по-моему не если у вас если например кто то в ваших если вы играете по правилам алайментов то есть если вы уделяете много внимания этому вопросу и кто то из вас да просрал свой алаймент короче там слишком много мэрзер хобу было добрый паладин и ты такой а что делать да или наоборот там начал переводить бабушек через дорогу и у него начал улучшаться алаймент вы можете использовать церемонию для того чтобы вернуть его алаймент в первоначальное состояние сын мой вернись на истинный путь да да вот потом у нас есть осветить воду ну в общем да на самом деле знаешь в чем прикол ну то есть этого не было еще добавления когда мы играли с лориком помнишь когда у него была вся тема про то что он хочет осветить всю воду в обороне и именно вот это вот что не хватало и мы там что то думали блин сколько литров воды он там осветит блин за пол часа и как это сделать и вот тут вот можно так вот потом идет у нас это прикольно кстати да значит ты как бы дел ну грубо говоря делаешь из ребенка на какое-то время взрослого человека да 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 ну прикольно все писи фигуль ждут когда ты их трансгрессируешь и они станут сразу потом у нас идет dedication значит вы касаетесь гуманоида который хочет быть как это как это посвятить себя службе вашему богу ну вашему клерику да и на протяжении следующих двадцати четырех часов что там давайте я спою пой пой дружище вот и на протяжении следующих двадцати четырех часов когда цель делает спас бросок она может добавить д четыре плюс к своему броску вот это такой своеобразный бласт да 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 потом funeral значит вы касаетесь ну мертвого тела и на протяжении семи дней следующих ну он не сможет стать undead то есть его нельзя воскресить нельзя воскресить как бы некромант не сможет ничего плохого только можно использовать заклинание wish да то есть это топовое заклинание то есть это единственное ну то есть это достаточно круто да и самая крутая вещь называется warring свадьба значит вы касаетесь вы касаетесь двух существ которые хотят объединить себя в браке и на протяжении семи дней они получают бонус плюс два к армор классу к классу брони к классу защиты если они находятся на расстоянии тридцати футов друг от друга вот и вы сможете опять провести этот ритуал с кем-то из этих персонажей только если он станет он потеряет свою вторую половинку вот я хочу поженить лорика и лорика и каспара они знают об этом нет пока что да потом идем дальше ну так было прикольно потом ребята я сейчас Мортуса позвоню позову реально я вижу что вы там что там да парагозик они там да ах я вижу что просто нету модов а они у нас модов сегодня нету да да я вижу просто нету никого ребят я сейчас встану и буду просто мне надо будет встать и я смогу по башке это давать не делать этого так дальше да лайф трансференс это передачи жизни да прикольное заклинание опять же такое клириковское знаешь там по моему ты за счет своих китпоинтов да сейчас найдем его да значит что у нас вы по сути вы тратите немного своей собственной жизненной силы для того чтобы исцелить выбранную выбранную цель значит вау это тут нормально ну да да то есть вы получаете 4d8 некротического урона и выбранная вами цель получает два раза больше хитпоинтов то есть ты вытягиваешь свою жизненную энергию типа и передаешь ему да да это достаточно круто потому что третьего уровня заклинания ты можешь восстановить по сути 8d8 хитпоинтов да это 56 хитпоинтов это достаточно много это много да да то есть третий уровень это мы получаем где-то на пятом если я не ошибаюсь да третий уровень заклинания я не помню когда ну ладно не важно то есть ну это клево да да потом на пятом уровне у нас идет дом это рассвет это можно не читать да ну это такое знаешь мне тоже кажется специфичное то есть если ты знаешь то существо например имеет какие-то очень большие минусы то есть если вы деретесь в каком-то подземелье против вампиров против каких-то антрдарковских существ да да и есть разные не было до этого никаких заклинаний которые кроме очень хайлевельных которые делали имитировали солнце в прямом смысле ну да а сейчас ты сможешь ну это такой флауэр опять же чисто вот для атмосферы заклинания скажем так потом идет holy weapon священное оружие holy dragon так оно где там вот это прикольная на самом деле штука сейчас мы его найдем святое оружие ну это это достаточно это прям потом потом она может взрываться если я правильно помню значит эйджи чувак раньше раньше вот 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 это да значит ну во-первых это заклинание на концентрацию что нужно нужно опять же иметь в виду значит вы наделяете оружие которого вы касаетесь священной силой пока покуда действует заклинание ваше оружие будет светится в 30-ти футовом радиусе и еще на 30 футов в этом самом да и еще на 30 футов будет издавать такое сумрачное священие легенькое да и плюс ко всему это оружие будет наносить дополнительно 2d8 урона света да то есть светом то есть в принципе это посчитал клирик сейчас обычной если он использует холл в этом клирик там пасту майна наносит 1 до 8 грамм за счет divine strike 2 до 8 за счет он еще там урон оружие то есть это потенциально 4 до 8 урона за атаку и плюс еще мерцающий молот ну да плюс еще 1 до 8 ну то есть 5 5 до 8 за одну атаку ребята клирик неплохо да вот и как бонусное действие тоже опять же добавлять интересную фишку бонусным действием можете прекратить действия заклинания при этом оружие как бы выпустить всю эту энергию всплеск энергии она она закончится все цели в 30 футовом радиусе должны пройти спас бросок на телосложение и при провале получить 4 до 8 урона то есть урона светом и будут ослеплены на одну минуту то есть ну честно сказать очень такое очень очень крутое боевое заклинание то есть однозначно назначенную копилочку вот и на седьмом уровне это самое интересное это темпл офф гос это храм богов что она делает на самом деле она она как бы с одной стороны чисто такое вот опять же чисто для атмосферы но с другой стороны можно придумать столько крутых использований для этого заклинания так пардон так что у нас так я был в год зато мне кажется что это заклинание для финальной битвы это когда ты уже залетаешь ребята я вы шутите я просто подойду сейчас и ну начну это вы так все смешные там я вас просил на самом деле виталик спросил ну да 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 так нельзя вот погнали что у нас тут это создается храм твоего божества да и в нем в него никто не может зайти извне только я так понимаю достаточно сильное существо и вы в этом храме имеете кучу бонусов то есть когда вы находитесь у вас если я не ошибаюсь у вас плюс хитпоинта много вы то есть если вы используете любое заклинание вы еще добавляете плюс хитпоинты скажу короче вы как бы в какой-то забафанной зоне своего храма где вы мне такое ощущение что вот когда ты вызываешь этот храм и вы все заходите вот к алтарю и ждете как двери знаешь и в конце концов они врываются вы такие финал батл а это место для финального такого шоу дауна самое крутое что храм может принимать любой вид какой вы захотите это чуть-чуть напоминает вот этот вот как-то меншин ну да барда который называет но тут я прям представляю как будет выглядеть храм даус вот так что да тоже очень крутое заклинание ну вот погнали дальше рассказывай что там у нас друиды но у друида конечно очень много добавили кентрипов и это все по моему были эти кентрипов все в как-то элементальские заклинания там были добавлены и у друида вот только кентрипов контроль огня создать создание костра потом обморожение ветер infestation это букашки налазит магический камень магический камень mold earth это типа делать делать из камня какие-то фигурки да primal savagery а вот это вот я не знаю что это интересно давай посмотрим это какой-то исходный гнев или что это такое а так у них такое ощущение какой-то рейдж какой-то прикольно короче у тебя это короче turn to vampire у тебя обостраются обостраются клыки и ты можешь с ними нанести атаку сделать 1d10 почему-то не знаю почему урон кислотой да corrosive attack ага ну типа у тебя есть разгадающие разгадающие то есть вы вы как бы выставляете в общем это как будто вы не чистили зубы очень долго это друид он делает такое у тебя как бисмена какого-то ты типа нападаешь на кого-то потом дальше идет shapewater ну точно так же опять же тут со всеми элементами друид может сейчас обращаться нормально и и и потом было это и у рейджера есть впитывать элементы это очень клевое заклинание оно если тебя такую-то элементальной магией ты можешь уменьшить на 1d6 урон и потом его выстрелить обратно со следующей своей атакой а такое прикольно то есть ты как-то всасываешь это beast bond то есть как-то bond это сойтись со зверем что ли или как-то то есть ты можешь разговаривать с разными зверюшками больше это как бы первого уровня добавили speak to был же speak to animals и вот это вот добавили первого уровня заклинания потом есть earth primer то есть это землетрясение как у барда было ледяной нож тоже клевое потом второго уровня у друида есть dust devil это он мефитов да читал маленьких мефитов вызывают мефиты достаточно смешные потому что они рандомно могут вызывать еще мефитов да у них скиллы есть которые есть там 25 процентов и они 1d4 мефита еще вызывают когда их призывают потом есть следующее это лечащий дух это сейчас у Оксаны есть это заклинание это на самом деле очень ноу-пэшное заклинание потому что если его делать не в боевом режиме он же ну по идее он туда он работает одну минуту и каждый каждый ход то есть 10 ходов он делает 2d6 хила то есть он делает 20d6 хила ну да типа не в как это не в боевом режиме то есть если его между этим то есть это достаточно интересный такой стал добавили его ну я не уверен это его хотели использовать так как это было более боевой такое то ну как мы ну и прошлый раз уже в игре вышло то я вызываю его и тогда мы просто идем и он типа лечит нас по идее по дороге потому что он передвигается с вами ну тут можно знаешь как бы мастер каждый там уже сам смотрит на сколько он хочет ограничивать игроков на самом деле да то есть ну можно придумать какие-то ограничения на самом деле на использовании ну если хочется ну если ну честно говоря я не вижу причин почему нужно ограничивать да дальше есть такие же то есть все новые заклинания друида все элементальные потом взрыв взрыв земли тоже он взрывается явно там есть спас бросок на телосложение чтобы отклониться или отбить это потом вот это вот очень интересно потому что это и у друида и у рейнджера появилось я думаю что это рейнджерский только скилл это огненная стрела угу ну это явно что это это огненная стрела ничего другого ты стреляешь огненной стрелой но она совсем другая чем потом позже мы придем у рейнджера еще есть стрела молнии это это в оригинале было пятого уровня заклинания то есть она превращает свою стрелу в молнию то есть есть это сейчас у нее да 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 дальше цунами стена из воды это все абсолютно стена из воды стена из камня стена из огня они все одинаково работают только другой элементальный потом приворожить монстра и вот это вот Elemental Bane бэйн это проклятие прикольная штука и вот это вот я не уверен как она работает сейчас посчитаем это какое-то элементальское проклятие что ли или что ну так получается Elemental Bane что она делает мгг 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 ага ага короче вы проклинаете одно существо с каким-то одним элементом то есть одним элементом или холодом огнем молнией или громом и он каждый ход если не будет проходить спас просрок он будет получать 2d6 урона этим то есть ты прикрепливаешь какую-то часть элементальной энергии к ним и оно будет потом действовать то есть это постоянно каждый год водяной водяная сфера это явно точно тоже как и resilient sphere то есть ты кидаешь моба в сферу с которого он не может продвигаться дальше вот эти вот две интересные вещи male storm это что мы с тобой говорили о том что мы поменяли получается водоворот шторм водоворот то есть мы там у тебя чуть поменяли вихрь да он по моему делал 6d6 режущий урон как вихрь то есть вы вызываете огромную такую воронку воды которая обращается и наносит урон всем в радиусе действия ну вообще хочу сказать что друид получил такой весомый такой пак заклинаний вообще очень много ему на самом деле добавили того что мне не хватало не хватало элементальный такой и вот сейчас мы все вот это вот наконец-то додали все какие-то он именно управляет силами природы и это круто и сейчас он уже добавили и на пятом уровне у него появляется ярость природы это есть и у рейнджера как ни странно и это очень интересное заклинание мы с Оксаной уже говорили по моему об этом где она то есть что ты делаешь ты встаешь хранителем природы и ты можешь использовать три четыре даже разных видов ярости природы первое это то что все деревья которые вокруг находятся и попробуют атаковать твоего противника все деревья в десяти футов начинают резать противника либо вы можете заставить всю траву которая растет внизу она начинает мешать передвигаться противникам и превращает всю почву в сложную для перемещения площадь да вот и можно еще заставить камни вылетать из почвы и стрелять в людей это достаточно интересно да и потом можно еще опутывающие ветви которые опутывают противника и мешают перемещаться достаточно крутое заклинание на самом деле я был удивлен ты это получил рейнджер и вот тут вот начинается такая странная вещь на шестом уровне появляется называется друид гроб это типа не лужайка роща друид рощи есть такое роща друидов да роща друидов и ты превращаешь как бы какую-то местность в рощу друидов и там происходят разные какие-то странные вещи первым же делом ты можешь сделать чтоб в этой роще появился смок появится тоже вот эти вот лианы которые будут тебя затягивать под землю и могут быть хранители рощи но они тоже low-level достаточно потому что они будут awaken trees я думал этих 3 антов антов можно будет вызывать а это типа такие вообще low-level которые зато тут есть еще несколько дополнительных эффектов которые можно как бы заставить работать в этой области то есть постоянное действие заклинания порыв ветра потом шипы и стена ветра то есть ну интересное заклинание на самом деле это тоже чуть-чуть такое у меня это чуть-чуть похоже ну это чуть ниже level чем temple of gods но это типа друидовский flavor да то есть он тоже делает типа как-то играем на моей на моем поле friendly этот потом тут вопрос чародеев еще не рассматривали как раз подбираемся не спеша к ним да у нас а чародей это кто у нас это да кстати я постоянно у нас у нас проблема да чародей колдуны волшебники и так дальше то есть визарды сорки ресорсер и варлоки эти сложности перевода меня сводят с ума честно я привык называть их визард сорк варлок все и последнее вот это вот это ну это как раз ураган да я хочу посмотреть что он делает это как седьмого уровня wear wind тридцатифутовый конус цилиндр появляется десятьфутов радиус десять д6 урона и он подымает типа в этот вихрь ну по сути смерч вы вызываете смерч фактически прикольно а потом ну что паладины я думаю тут Олег у него пошла слеза очень бедненько очень бедненько что-то совсем их не любят далее заклинание церемонии holy weapon это вот это вот о чем ты говорил фактически тоже что просто проблема в том что он не может holy weapon использовать на полную мошку клирик потому что он мне объяснил для того чтобы использовать divine strike он использует бонусное действие чтобы добавить это то есть он не может взорвать его в тот же ход как ты то есть у него это не получается так же как у клирика и ну на самом деле одно ему добавили это четвертое это вызов высшего 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 скакуна ну короче крутую зверюшку можно вызвать на которую можно верхом кататься но тут в этот раз то есть первым он мог на каком-то там коне ездить а тут он может вызывать типа dark wolf ну вот такие вобы которые могут уже первым же делом сейчас уже с комбинацией тем что есть разные скиллы которые ну то есть 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 верхом тут есть чуть-чуть как это ри правила чуть осмотрели какие бонусы если сейчас ездить на каким-то на огромном волке или там не знаю на на какой-то другом существе оно достаточно круто в открытом местности то есть это ну на самом деле знаешь мне кажется почему у паладинов так мало каких-то обновлений в этой книге вышло мне кажется это потому что паладины сами по себе в ванильной классической в курбуке да где он тут у нас в курбуке паладин он сам по себе довольно мощный то есть паладин он сам по себе им довольно легко играть он как бы и воин и и колдует и довольно сильный и дамага много наносит то есть ну не знаю может быть поэтому непонятно на самом деле ну и у паладина и не добавили то есть мы дойдем до волшебника в волшебнику добавили только один новый саб-класс да мы добавили целую циклопедию волшебства а паладин добавили два саб-класса и ничего ну короче паладинов что-то обошли кто-то любит играть паладинами на самом деле это тоже такое да можно всегда что у нас там дальше рейнджер следопыты у рейнджеров ну как бы у нас из-за того что в компании играют рейнджеры я достаточно посмотрел изучил этот вопрос и появилась такая супер странная штука и это две два заклинания которые мне прямо в глаза бросились первое это guardian of nature защитник природы это четвертого уровня заклинания понятно что у рейнджера это очень поздно появляется четвертый уровень заклинания мне кажется у рейнджера когда появляется четвертый уровень заклинания на тринадцатом уровне то есть ну очень поздно но хоть это четвертый уровень заклинания но мне кажется что оно достаточно как-то добавило соку что-ли сейчас я опишу что это такое guardian of nature guardian of nature for forever так господи нечто газ guardian of nature короче что это дает это чуть-чуть мне напоминает двадцатого уровня когда у паладина природы есть скил перевращаться более природе у тебя просто ставят какие-то рога ты отстаешь более один у рейнджера такая же штука происходит и ты можешь взять две формы ты можешь выбрать форма форма как это зверя или форма великого дерева и она дает разные бонусы если ты выбираешь форму великого зверя тебе добавляется плюс десять футов ходьбы у тебя видение в темноте сто двадцать футов встает вместо шестьдесят у тебя с преимуществом все атаки которые база сила и и ты добавляешь еще один д6 силовым полем к атаке ну то есть это рейджеры которые на ближний бой заточены это очень круто они переходят очень много и это очень важно будет потому что добавили еще пару заклинаний рейнджеров которые очень усиливают ход рейджера то есть тут так получилось что рейджеры смогут ходить до сто футов типа за один ход ну типа анкита инреал ну и ну на самом деле это крутая подвижная 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 рейджер а второе это ну понятно дерево то есть ты не двигаешься у тебя плюс десять хитпоинтов у тебя преимущество при спасбросках на телосложение у тебя преимущество на атаке ловкости и мудрости и пятнадцать футов вокруг тебя начинают лианы вырастать это типа тяжелая проходящая местность ну я думаю что это заклинание однозначно будет часто использоваться в бою теперь с следопытами ну это очень крутое это типа ты делаешь себе маленький замок играть на моей территории да 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 своеобразная и последнее мы об этом говорили перед этим это still win strike это какой-то для меня я такой блин давай сделаем математику это рейджер сможет сделать за один ход триста урона ваат триста урона за один ход да это это ну понятно что если все кости выпадут это так называемый не знаю железный как это как это перевести удар железного ветра железного ветра ну это короче что что происходит что происходит это в 30 футах ты выбираешь пять целей которые ты не подходишь даже не подходишь ты выкидываешь ты должен использовать тут интересно вот флэйвер ты должен использовать один какой-то это как это как это спасибо за фолум ты используешь оружие ты используешь одно оружие которое пропадает после этого то есть можно сказать ты берешь один ножик и с этим ножиком что происходит ты можешь телепортироваться к пяти целям один два три четыре пять и ты каждую цель ты кидаешь отдельный бросок на попадание как ты попадаешь ты делаешь шесть д десять урона силовым полем и потом пять футов от последнего от любого из этих кого ты телепортируешься ты там остаешься то есть ты в прямом смысле как этот чувак из X-men который лайткраулер да да вообще просто офигеть но мне кажется что это очень добавило рейнджеру такой мне почему это красиво и эпично мне кажется вот это вот заклинание это заклинание этого блин самого топового рейнджера дроу блин не в голову как его зовут Зир Дурден темный эльф да темный эльф ну я же сказал ну короче там смешная штука кто знает кто не знает кто читал книги о темном эльфе в английском в английской версии то есть в оригинале его зовут дрист до урдена но в русском переводе его перевели как дзирд для того чтобы не было дриста ага дриста ну я по английски считал дриста ну короче это выглядит эпично я так себе представляю просто следопыта с двумя клинками которые да да ну там триста урон и знаешь и враги такие просто расползаются да 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 это крутой так следующий это у нас сорсер кто это погнали кто это сорсерер по русски сорсерер это волшебник это не волшебник сорсерер нет волшебник это визард варлок это кто короче sorcerer колдун колдун нет колдун это вардук а это как ребят по сорсер как сорсер чародей так чародей надо вспомнить что чередею дали куча элементальных помнишь мы смотрели сап класса у него были вот этот вот был у него фандерс обглаза драконий сап класс то есть они как-то добавили еще больше и больше ну очень первым делом очень много из этой магии вообще всей очень много элементальной магии добавили но это все было уже в принцессом моментов и было там был социально отдельная книжечка где были эти уже все магии они на самом деле были полку и уже просто сюда все собрали давай пересмотрим такие которые сейчас первым же бросаются в глаза кентри почти все одинаковые с с друидом они тоже все элементарно добавили интересное что добавили это сорсер добавили дыхание дракона и мне кажется это настолько непонятный непонятность это прямом смысле ты делаешь точно тоже что делают дракон рожденные в один в один ты можешь это сейчас сделать потом такие более я не буду все просмотреть потому что мы тут до вечности будем сидеть если мы просмотрим все потому что после того марлок и еще и виза добавили очень крутые крутое заклинание можешь делать потому что смотри что тебе в глаза кидаются давай первое что мне кидаются в глаза это снилок сноу балл сварм снилока короче прямом смысле рой снежных шариков вылетает на противника и прямом смысле это такое заклинание как будто я в школе в пятом классе выпал снег я выхожу и мои соклассники мне моют кольцо снега но я тогда не получал 3d6 колонного урона буду знать wizard of the cost спасибо спасибо за разъяснение jungle bells money просто да да так что у нас тут такое еще добавили почти все повторяется с друином mental prison вот это вот еще интересно что уровня для волшебников добавили ментальная тюрьма тюрьма сейчас посмотрим что это такое подожди тут space wolf jester спрашивает в какой книге во всех книгах на английском языке ваш всеми любимого дзирта зовут дрист на самом деле это по-настоящему его зовут дрист а не дзирт это для нас для слабых наших нервов перевели как дзирт для того чтобы мы называли его дристом да 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 ну на самом деле он ну да в общем он ты я даже не понял как ты говоришь я по-русски не читал эту книгу так mental prison то есть тюрьма сознания ну и как я подозревал ты ты закрываешь сознание существа в этом заключаешь его он получает 5 до 10 психологического урона Каждый раз, когда он проваливает, он получает еще 5-6. Вау, окей. Это до 10. Короче, ты делаешь какую-то психологическую казнь на нем, и пробуешь заключить его разум, и если до него даже как-то он пробует и зайти с этого, в конце концов он получает еще 10-10 урона. Ну да, это такой комбот-комбот. На самом деле почему-то у Чародея как-то не очень добавили много всего. Еще вот на седьмом уровне, конечно, это очень крутые заклинания, но это и у волшебника они будут. Первым же делом корона звезд. Это клевое заклинание, которое ты кастуешь, и в конце концов это появляется над тобой, в прямом смысле корона, и оттуда ты сможешь стрелять... Фронт of stars, вот. Над тобой появляется 7 светящихся звезд. С бомственным действием ты можешь использовать одну из этих звезд, чтобы на 120 футов стрельнуть на кого-то, и это не концентрация, то есть это появляется реально, и при попадании ты делаешь 4d12 урона. Просто поражаешь людей своей звездностью. Ну то есть реально у тебя появляются какие-то свечащие шары, которые ты можешь просто использовать в любой момент. И это не концентрация. Ты его использовал, оно висит на головой. А, головой постоянно появляется. Дальше очень клевое слово, это как это, силовое слово боль. Это как power word kill, только power word pain сделали они. Это абсолютно точно то же дело. Я даже не знаю, зачем они его сделали. Вместо того, что оно разницу имеет в том, что power word kill, то есть силовое слово смерть, оно в том заключалась штука, если у хитпоинтов 100, меньше чем 100 у персонажа, он умирал. Но тут ты вместо того, что умираешь, вместо того, чтобы ты умер, у тебя на всё просто проверка, то есть у тебя помеха на всё почти. Да, disadvantage на всё. У тебя на всё, и ты чувствуешь боль. Но я не очень понимаю, в чём смысл этого заклинания. То есть это седьмого уровня заклинания. Если ты хочешь, ну понятно, это может для флэйора какого-то закидывать, чтобы он чувствовал боль, сука. Да, но так он просто делает его disadvantage, ему не делает никакой этот... Ну, если, знаешь, мне кажется, если мог довольно толстый, да, у него много хитпоинтов, то можно, во-первых, задамажить его так некисло, во-вторых, просто типа навешивать на него кучу... Ты не можешь этим дамажить. Он только это работает только тогда, когда у него 100 хитпоинтов. Ну, я только сейчас понял, тут же нету спас-броска. Да. Это из-за того, типа, силовое слово. Точно так же, как силовое слово kill. Там нету, типа, ты умер, и ты умер. Да. Типа, это такое лимбовое. Ну да, законтролить может быть. И вот это вот... Абидальзима! Вопль! Или что? Хоррид Уилдинг. Угу. Ужасный вопль! Абидальзима! Абидальзима! Это тоже, по-моему, в этом было. В Принцах... Он делает 12d8 некротического урона. И... Это даже не вопль, а как будто сгниение, что ли. Потому что все живое умирает вокруг сразу. Типа, все деревья, любые предметы, которые вокруг... Они начинают... Bittersponge! Что? Странно, иногда есть ингредиенты для заклинаний, на самом деле. Да. Так. Я думаю, у Варлока, или у Колдуна, наконец-то появились такие... Некоторые способности, которые не были до того. И это призыв демонов. Вот это вот единственное, что добавили, что не было до этого. Сначала он на третьем уровне... Заклинания все повторяются... Тут еще прикольная штука. У него вот этот... То есть он может... Острашить. Да. На первом уровне. Прикольно, да. Хорошая штука, на самом деле. И с третьего уровня у него появляется... Summon lesser demon. Призвать маленького демона. Да. Малого демона. Малого демона. Ну! Малый демон уже это ни хрена не малый. Потому что на Summon lesser demon ты можешь вызвать один или два первого challenge рейтинга. То есть... Как это? Challenge Rating по-русски. Не знаю. Уровень опасности. Уровень опасности первого. Уже на третьем уровне ты можешь двоих демонов вызвать, чтобы они дрались с тобой. То есть это... Ну... Это серьезный... Ты вызвал двоих пацанов, они там, короче, за тебя мазу тянут. Там сзади стоишь такой... Мээ, мээ, мээ. А на четвертом уровне, четвертый уровень заклинаний, ты можешь вызвать уже пятого уровня демона. И это ты уже даже не выкидываешь ничего, а ты просто говоришь, я хочу вызвать пятого уровня демона. Ну, есть штука. Эээ... Эээ... Они не... Эти демоны не всегда будут за тебя. Ну да, ты просто их вызываешь. Ты их вызываешь, типа... ХАОС ДЕРЕВНЕ! Безумие на поселке. Да, да. И... Ребята, загуглите видос Безумие на поселке. Серьезно. Офигенно. Идете на ютубе, смотрите Безумие на поселке. Там... Конфета, правда. У нас интересно... Далее тоже флейвер очень клевый. Эээ... Типа... Эээ... Демон должен сделать спас брусок харизмы каждый раз, каждый ход. Он... Он ли... Слушается ли тебя. Но если ты знаешь... Истинное имя демона... Это такая... Это черная магия. Это... 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 Это всегда очень клевая штука. Если ты знаешь истинное имя демона... И мне кажется, это... Целая компания, может быть, где... Ты должен узнать истинное имя демона. И потом какой-то final fight, и ты такой... I choose you. Да. Там какой-то... И он тогда... Более вероятно... Да, да. И он... Более вероятно, что он будет за тебя сражаться. Эээ... И... Следующее, что... Эээ... Дальше добавили. Это... Великий демон. Потом... Infernal Calling. Это... Инфернальный призыв. Ну, это... Это... Это какой-то вообще супер демон... Демон шит. Эээ... Это вот это вот. Даже тут есть картинка даже его. Эээ... При... Призыв... Призыв ада, что ли, или что? Это... Инфернальный призыв. Зовом, я бы даже сказал. Да. То есть, тут... Эээ... 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 Ээээ... 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 Он бы пришел, типа такой, Вася из, там не знаю, из девятого ада, пришел, типа, я, чувак, я буду за тебя драться, да, ты такой злой и плохой. Такой, да, мёрдер хоба, Вася из тебя на Пупинска вызвал меня. Да, конечно, я сделаю для тебя все, что ты захочешь, да, да, да. И еще одно заклинание, которое только еще будет у волшебников и у колднуб, это Maddling Darkness. Это с ума сводящаяся тьма. Какая-то тьма. Тьма. Тьма безумия. Или как тьма потери. Саш, нам нужно уже переводить это, я серьезно тебе говорю. Там ребята сидят все-таки серьезные, типа, переводят все эти книги. Так, меня тут в чатик вызывают, что? Ребят, только демонов это вызывает или как правительства разные бывают? А, ну, я не знаю, заклинание говорит о том, что мы вызываем именно демона. Но ты как ГМ всегда можешь привязать это к лору. То есть спрашивается, ты вызываешь заклинание демона или все-таки как бы варлок, у него разные пакты бывают? То есть может он не демонов вызов? Ну, ты как ГМ можешь в принципе... Мне кажется, тут, Саша, извините, перебиваю. Тут на самом деле очень есть большая разница. То есть можно... есть барлок и колдуны, у которых есть, например, пакт с феями. У них и в пакте есть заклинание call phase. То есть есть это заклинание. Ну, я просто говорю о том, что в принципе тебя как ГМ ничего не ограничивают в том, чтобы сказать, что у тебя пакт с теми-то, поэтому вместо типа вызова демона, ты будешь вызывать какие-то другие сущности из других планов. Ну, как бы это может быть тот же демон, просто вы его описали как не демон. Понятно, да, конечно. Ну, то есть тут вот в этом именно вся суть, что вот это вот последнее заклинание, где ты используешь один рубин и 999... Я уверен, что они хотели 660 золотых. Потому что тут написано 999 золотых. Но я уверен, что просто издательство не дало ему публиковать, что 666 золотых надо использовать для того, чтобы вызвать этого демона. Так. Где мы там были? И... Вот это... Он сюда придет? Да, в 7. А, ну то есть приходит. Так он может зайти, может он поздоровается. Денис, когда придет, вы должны все сказать ему, что офигенные декорации. Так. Как ты там перевел этот сумасвонящий? Да. Ты с каким-то странным голосом говорил. Так. Меддлинг... Меддлинг. 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 Так. 60-футовая сфера появляется, где... Тьма. И... Ничего не может это рассеять, кроме выше восьмого уровня заклинания света. А это, по-моему, там единицы есть у кого. Да. И... Внутри... Слышно, как кто-то кричит. Смеется. И... Что-то... Что-то... Это... Это... Типа... Нашептывает. И ты получаешь, конечно же, восемь до восемь психологического урона. И ты с ума сходишь в этой тьме. И в это ничего не видно вообще. И... Эль Диабол вокруг тебя танцует с темноте и на луку на шок說 что react! А че-че-че-че-че... Это танец смерти! Так. Дас杵ians... Так. Заклинание волшебника. Ребята, тут просто Unreal много всего. Все заклинания до этого, которые мы говорили, у Бардов, у Варлоков. Они ведь все. В все волшебников. Волшебника, только у волшебника есть еще, я последний типа таких супер хайлевель я буду говорить, спасибо за полу... Спасибо, да, кто там, мы видим, кто подписался, мы не видим, кто подписался, я извиняюсь, ну спасибо. Это, когда, так, да, хайлевельные заклинания, которые у них появились. Инбуллабилити. Сразу. Начнем с этого. Да, инбуллабилити... Окей, эээ, когда странные смс-ки приходят, ты такой типа, что? Я не очень понял. Тут инбуллабилити, а тут что-то другое, что? Так, первым же делом, инбуллабилити, неуязвимость. Звимость. Неуязвимость. У меня злимыми словами постоянно проблема, я не знаю, как я веду это до сих пор. Так, мне очень нравится это, это самое длинное описание заклинания. Неуязвимость. То есть, ты не увезим ко всему. Да. Ко всему. Одно предложение. Ты знаешь, я просто... Сейчас автоп маленький. Когда-то где-то мне попадалась в руки какая-то типа пародийная книга, то есть пародия на Сильмариллион великого и ужасного Толкиена и уважаемого нами всеми. И там был, короче, раздел... Ну, Сильмариллион, это как бы по легендариуму Толкина, там, да, как бы полу историческое, полумифологическое описание всего мира. И там был раздел «Пришествие людей на запад». И вся глава, это одна строчка. Люди пришли на запад. Все, следующая глава, погнали. Я понял. Ну, это крутое заклинание. Это девятого уровня заклинания. Десять минут ты не получаешь никакой ворон ни от чего. Типа... Это круто. Окей. Ну, девятый уровень. Потом, дальше, что у него есть... Меня очень смущает, на самом деле, сейчас мы придем к одному заклинанию. Восьмой уровень есть иллюзия дракона. Да, иллюзия дракона. Вот это я не очень понимаю, потому что ниже уровни заклинания, которые там... Которые именно иллюзии, они могут почти точно тоже делать. Только... Это в прямом смысле... Ага, стоп, я туплю. Не то? Нет, я не дочитал его. Оказывается, этот дракон, который является иллюзией, он не только делает почти все функции дракона, типа устрашает противников, он еще и делает 7d6 дыхательного урона. То есть дракон-то не настоящий, но... Ну, нифига он не настоящий, то есть он пуляет еще. Это достаточно круто. Ну, и короче, придем к... Все заклинания, они четко, по моему мнению, как мастер. И вот приходит последнее заклинание, которое, я думаю, это специально сделали для того, чтобы отиметь мастеров. Я в прямом смысле имею это в виду. Это называется могучая фортепция. Крепость, подожди секундочку, тут у нас спрашивают. О чем выпуск? У нас выпуск о заклинаниях, которые появились в книге «Center's Guide to Everything». Мы рассматриваем, ревьюем заклинания. В предыдущей серии мы говорили о классах, кто не видел. Да, то есть, великая крепость. Я когда прочитал, я покрылся зеленым потом. Потому что, если ты там такой, все, я знаю, вот картинка, все, типа... Это никаких оговорок, это волшебник может вызвать крепость, нахрен. Посередине боя. Ну, ладно, была бы какая-то крепость. Но тут все написано до деталей, сколько у него башен, какой у него там этот. У меня такое ощущение, что, как они выпустили это заклинание, если вы играете с миниатюрками, у ДМа должен быть, знаешь, такое, с под стола он вынимает крепость. Ну, нахрен, вот тебя, держи. Потому что по-другому я не могу представить, как можно... Потому что много раз в битвах у тебя очень много импровизаций, да? И я не знаю, как я смогу усмотреть, ну, типа, уследить, как там все... Ну, реально, тут написано, вот так столько, там, стена, все это. И, ну, круче всего, что если ты это заклинание делаешь... Если ты будешь это заклинание делать каждые семь дней, целый год, это... Это крепость постоянно. Постоянно. Она там не останется. Она останется. То есть это достаточно крутая... Это как будто база. И, на самом деле, этот Mighty Fortress, опять же, очень похоже, что они добавили вот это вот... Играем на моей... На моей территории. Ты понимаешь, если у всех классов это что-то такое, вот, типа, там, понимаешь, Рейнджер вызывает какой-то свой бомжатник, там, типа, Друид, там, создает какую-то лужайку с болотцем, там, Клирик вызывает, там, какую-то каблечку, каблочку на храм, то... Волшебник. Волшебник такой, типа, hold my beer. Да, да, да. Типа, смотрите, да, как надо. Ну, это жестко достаточно, я не знаю. Ну, не знаю, да. Ну, блин. Меня это сбило, я когда такое увидел... Ну, подождите, я в этой уровне, на каком уровне мы получаем заклинание девятого уровня? У волшебника? Да. Раньше всего должно быть где-то... Не знаю. Еще Tensors Transformation еще есть. Я просто гляну, мне интересно, я не знаю. Так, где оно там? Так, кто это у нас? Wizard или Sorcerer? Это Wizard. Это последний будет. Вот он. Так, девятый уровень мы получаем на семнадцатом уровне. Ну, окей, ладно. Это, типа, такой уже epic shit начинается, наверное, на семнадцатом уровне. Ну, в принципе, я знаю. Я буду помнить, когда кто-то на шестнадцатом уровне играет Wizard, мне надо его уже убить. Потому что, когда он переходит на семнадцатом, я уже не хочу, чтобы он играл. Есть еще пару заклинаний, которые очень интересны. Первым же делом, волшебнику добавили в саб-класс вот этот вот War Mage, да? То есть, у него саб-класс был Боевой маг. Помнишь? Да, да. Это единственный в саб-классе War Mage, ему добавили. Да, классно, да. И у него еще добавилось заклинание на шестом уровне, где он в прямом смысле встает боевым магом. Он получает, называется, трансформация Тенсора. Ты получаешь плюс пятьдесят хитпоинтов. У тебя преимущество на все атаки с Martial Weapons. Ты делаешь еще 2d12 урона с силовым полем. У тебя есть мастерство на все щиты, на арбор, на все на свете. Правильно? Чат падает. У тебя мастерство силовое телосложение спас-бросков и ты делаешь атаку два раза, плюс ты можешь еще гонусным действием ударить еще раз. То есть это реально какой-то кунг-фу-визард. Не знаю, что это вообще такое. Какой-то они так сделали, интересно. То есть добавили еще плюс один на этот. И мое любимое заклинание, это называется Tiny Servant или мелкий слуга. Да, это мне кажется, это должно, это заклинание должен иметь какой-то гном, который умеет делать. У каждого гнома, по-моему, у каменного или не помню у какой модификации гнома, он же может делать за час, если у него есть инструмент, он может сделать... Из дальней балок, да. Да, игрушку типа механическую. Если у него еще есть заклинание, что это делает? Это в прямом смысле трансмутирует кружку пива, появляются ножки и ручки у пива, и он может тебе делать какие-то маленькие пигнюшки. Мне кажется, это очень милая заклинание. Да, 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 классная штука. И он может разные вот такие штучки делать. Ну и конечно же Thunderstep, мы как-то к нему вернемся обратно. Так что да, вот такие вот заклинания у всех. У волшебников реально почти все. У волшебника есть и это заклинание. Steel Wind Strike. What? Что? Короче, колдуны ломают ДНД. Это не колдун, это волшебник. Ну короче, эти кастователи. Кастователи. Ну короче, не знаю. То, что волшебник сейчас может быть типа боевым волшебником, это очень жестко, мне кажется. Да. Ну опять же типа. Да, то есть на каком это уровне там типа. Ну это пятый уровень. Ну типа Фигео знает. Весело, весело. Короче, магам, колдунам весело. Ну что, я походу так вижу, мы просмотрели все основные заклинания. Да, я думаю, что мы все прошли сеть. Мы будем ли возвращаться к этой книге еще раз. Может какие-то гэмовские штучки посмотрим на следующей неделе еще. А если нет, мы что-то придумаем еще поговорим и вообще базарим о жизни. Давайте вопросы ребята, поболтаем по теме нашего стрима. Да, ну что, может какие-то саджесты, может кто-то спрашиваете или там не знаю. Да, слышно, видно. Первым же делом, видно ли нас хорошо? Мы первый раз стримим на полный экран. Хорошо ли нас видно? Хорошо ли нас слышно? Хорошо ли мы смотримся на новом фоне? На новом фоне. И всем подмечу, мы с Денисом очень долго ржались. Если ты присмотришься, где я сижу сейчас, я такой как икона, чувак. Солнце заняло. Мы с Денисом когда поняли, мы такие, ааа, блин, зафейлились. А потом, эй, хэцки. Оно будет нормально. Вот, и можете спрашивать на самом деле или рекомендовать, о чем, то есть, о чем вы бы хотели поболтать в следующих наших выпусках. FreeTalks. То есть, какие темы поднять. Со стороны гейммастера какие-то советы. Со стороны игрока. Или может быть разбор каких-то систем других. Или каких-то, ну, других игр имеется в виду, кроме Dungeons & Dragons. Или какие-то конкретно пункты по Dungeons & Dragons. Или там, не знаю, рекомендации, как писать сюжеты, приключения. Ну, то есть, как рисовать карты, там, для своих приключений. Не знаю, спрашивать о чем угодно. То есть, будем болтать. Мордан еще написал, сделай гмункало. Это классное заклинание, я сейчас тебе почитаю. Просто я его, на самом деле, не очень понял. Как он работает и вообще, в чем был смысл. В прямом смысле, ты режешь руку и ты вызываешь гмункало. Это он есть в бестиарии или в Monster Guide. И он, как бы, питается твоей жизнью, в прямом смысле. Ну, это, как бы, как фамилиар. По сути, да. Интересно. Разобрать вампиров, да? Где там было? Да, вампиров. На самом деле, да. Я думаю, можно будет, в принципе, пробежаться, так, вкратце, по системе. На следующем фитолкс, перед тем, как мы будем играть в ваншот. Для того, чтобы, ну, ребята, вы понимали, что вообще происходит на игре. Потому что система абсолютно другая. Принципы игры совсем другие. И, ну, посмотрим. Так, Mobile Destroyer, о дополнительных классах поговорите. Mobile Destroyer, мы в прошлый раз на нашем прошлом выпуске. И ты найдешь ютубчик записи. И там мы говорим о всех дополнительных классах. Да, Xenotra's Guide to Everything. То есть на ютубе есть предыдущий выпуск, смотришь. Там мы, в принципе, пробежались так. Ну, причем мы довольно долго говорили, часа два, мне кажется. Ну, мы посмотрели все это. Сервант Слава, ребят, по приключениям было бы неплохо. А ты о чем... Имеется в виду, типа, как писать приключения, да? То есть, ну... Ну, на самом деле, можем поговорить об этом. Я читал, ну, в следующий раз, когда поговорим, я читал очень клевый совет. Называется 4 на 4. Это ты делаешь 4 квеста, и каждому квесту ты делаешь 4 пункта. Что они должны сделать? Я читал 5 на 5. Ну, 5 на 5. Это мне кажется какой-то аминаковой. Есть, на самом деле, какие-то общие, ну, как бы популярные рекомендации по написанию приключений. Очень часто те, кто пишут приключения хорошие, используют какие-то стандартные, классические, драматургические приемы, которые... Мы об этом говорили, знаешь, что происходит. То есть, ну, в принципе, можно будет об этом поболтать, да. Как держать интригу, Сань, мне кажется, что самое главное держать интригу, это самому не сдаться. Потому что в каждый момент ты в игре хочешь выдать еще, ну, типа, ты уже такой, о, бля, вот сейчас буду рассказать. Ну, ну, нужно иметь как-то самоконтроль, чтобы не сдаться и не... Но тут, тут нужно... Тут, это мы говорим насчет интриги. Как держать интригу до конца? На самом деле тут нужно еще держать баланс, да. Который заключается в том, что не нужно прятать специально от игроков информацию. Если они дошли до какого-то открытия, да, до какого-то разумного объяснения, ну, оно совпадает с тем, что ты придумал. То классно пусть, ну, то есть, позволь игрокам действительно почувствовать себя классными, потому что они что-то там поняли, что-то разгадали. Потому что очень часто бывает такая фигня, когда ГМы придумывают какие-то крутые планы. И игра заканчивается, и эти планы остаются у них в голове, и никто так и не понял, в чем была интрига. Поэтому держите себя в руках, но открывайте постепенно информацию игрокам. Поэтому будет классная интрига. Держать интригу. А я хочу напомнить ребятам, которые у нас подписаны на нас. И ребята, кто еще не подписались на нас, пора подписываться. Мы потихонечку собираем в Дискорде, ты видел, там есть уже комнатка, называется Супер Костяшник. Мы будем собираться на нашу онлайн-игру в этом месяце. Так что, кто нас смотрит тихо тут и хочет поиграть в Дискорде, писайте, вы за. Я начну потихонечку там что-то писать, что мы будем играть, и что мы будем делать. Так что, ребятки, у кого есть возможность... А можно будет слушать. Играть. Супер Ларкер. Ты стрёмный чувак. Крипер. Главное, оденься. Я тебя буду в тренчкоуте. Ты будешь такой... На голое тело. Так, может, мы тебя примем внимание. Просто ничего другого не надо. Да, да, вон и все эти юные дамы, которые просили Рюрика полуголым. Я запомнил. Да. Спасибо за... Воллоу. Воллоу. Воллоу, спасибо большое. Да. То есть, есть подписочка. Я не буду это говорить, потому что я думаю, что все знают, кто тут. Кто хочет, тот пусть поддерживает наш каналчик. Что еще бы сказать. У нас есть, короче, я думаю, еще что хотел в этом месяце, но не выйдет. Ничего для вас. Мы придумаем что-нибудь. Куча вещей есть в голове, которые мы хотим еще сделать. Вот первым же делом начать еще один кампейн. Уже от тебя будет зависеть, что мы будем делать. Эклипс Паза, Vampire, The Masquerade. Что зайдет, то пойдет. То есть, хотим какое-то еще сделать. Конечно же, где-то в глубине души я не хотел этого делать, но я понял, что это требует народ, чтобы мы продолжили эту двенадцатую... Вот так я смогу играть своим следующим персонажем. Да. Бичеееееееееееееее. Кстати, кто не в курсе, следующий перс был... Он не Эль Диабло, у него другое имя, но... Ну, я думаю, что это то, что надо. Я думаю, что мы после Нового года это сделаем, как ребята уже, кто-то там приедет с отпуском, кто-то когда будет. Потому что до Нового года, я думаю, мы смотрим. Эклипс Фазой. Ну, мы сейчас первым делом сыграем в Vampire. Посмотрим, как пойдет. И, в принципе, потом мы на развилке посмотрим, кто что захочет играть, что вы хотите, ребята, смотреть. И определимся. Потому что мы тоже, знаешь... Кому как-то еще зайдем, знаешь, игрокам, кому-то может... Кому-то может понравиться одно, может понравиться кому-то другому. Денис, если ты там на улице, заходи. Может быть. FCX31. Игра с подписчиками в Дискорде будет стремиться. Мы обсудим, на самом деле, в Дискорде, хотим ли мы это делать. Если вы, ребята, чувствуете, что вы не хотите... Типа, хотите ли вы это приватную игру? Я вообще... Ну, я изначально начинал с того, что мы не будем это стремить. Это, типа, приватная игра для ребят... На самом деле, тут, как бы, такая штука, знаешь, мне кажется, что не все люди одинаково... Ну, может, не всем хочется, чтобы, типа, их игру смотрели, типа... Потому что они так комфортно себя чувствуют. То есть вы обсудите, наверное, это с подписчиками. То есть, кто захочет... Ну, то есть, если мы все, там, общие будет, то ты... Давай будем стримить, тогда попробуем. Ты видел герб? Я не видел. Я не знаю, где мне видеть герб. Леголос, ты создал столько групп, столько комнат уже, и я полностью потерялся. Где-то, верно? Посмотреть, послушать. Ага, я понял. Ну, я думаю, знаешь как, когда вы соберетесь с подписчиками и решите, во что играть, проголосуйте, хотите ли вы стримить, не хотите ли вы стримить. Потому что нам нужно уважать, как бы, желания других людей. Ну, да, да, да. Ну, конечно, чтобы посмотреть, было бы интересно, я согласен. Ну, что-то придумаем. ВК группе. Леголос посмотрим, может уж посмотрим. Так что, вот такие вот дела. То есть, у нас есть куча всего, чего было бы интересненько поиграть, побегать. Еще, я бы хотел с тобой обсудить, как это, феномен хейтера. Мне кажется, это какой-то большой... Закончим на интриге. На интриге. Кто хотел про интриге, ребята? Политический триллер. Том Клэнси отдыхает, серьезно. Короче, в один момент кто-то или что-то... Даже не так, давай так. Начнем. Вечер, поздняя ночь, я один в квартире в Бальбове. Листаю наш YouTube-канал и в какой-то момент замечаю, что у нас на одном видео стоит дизлайк. Я такой, хм, кто же эта бездушная скотина? Начинаю смотреть дальше еще один дизлайк и еще один дизлайк. На каждом нашем видео появилось по одному дизлайку. Я говорю Виталику, Виталя, ты видел? Виталя говорит, видел. Мы начинаем проводить расследование. Начинаем копать в разных направлениях. Копаем под правительство. У нас появляется подозрение. В какой-то момент Виталик скидывает мне письмо. Ну, короче... Оказалось, что дизлайкают не только нас, ребята из Леви Грун Студия. Это тоже наши коллеги по цеху. Они тоже стримят там игры и оказалось, что кто-то тоже дизлайкает их видосы. И, короче, получилась такая фигня, типа, что появилась какая-то волна хейтеров, которые... Да, там не только их еще ребята с Random Rules, которые там что-то делают. Короче, какой-то хейтеровский пошел. Не знаю, зачем это делать, на самом деле. Мне кажется, если человек, не дай бог, он тут сидит. Я уверен, что это не кто-то из наших. Может он увидеть это видео, чтобы он понял, что это на самом деле меня очень спешит. Потому что кто-то делает, он явно имеет какую-то вот жалчность, знаешь, типа, алточность. Типа, вот подосру им, подосру. Но меня это настолько... На самом деле, как бы, ну, дизлайкать видосы, это, ну, абсолютно нормально. Я когда вижу какой-то тупой контент, я, типа, я могу его дизлайкнуть, на самом деле. Не-не-не, я абсолютно за то, что... Как бы, да, то есть, ну, всем по заслугам. Саня, ну, ты же сам понимаешь, что этот чувак, типа, каждый видос открыл и дизлайкнул специально. Ну, да, ну, тогда бы смешно. И ты в тот момент понимаешь, типа, what's wrong? Витали нас дизлайк, возможно, хейтер по коням. Да, это огонь. Это цитатка просто. Ты камер. Да. Боты, да. Боты, да. Да, там есть в ВКонтакте так называемый чат всех модеров, демо, ролевиков, онлайн, ру, мета. Я не знаю, как это называется. Басонская ложа. Басонская ложа всех этих, где я очень тихо сижу и просто... Тоже клипер, короче, в трансформте. Я ничего не понимаю. Я не пишу транслитом, потому что все меня там бьют по пальцам. И там, да, там тоже уже были конспирации. Может, это боты? Может, это... Там кто-то... Может, это вечерние кости? Да. А может, это Ленингроустудия? Я... Начинается мексиканская дуэт, вся с пистолетами друг на друга. Это ты? Нет, это ты. Я думаю, что думали про нас, пока я не написал на транслите. И они такие, точно что он? А может быть, за всем этим прячется какая-то третья сила, которая разделяет властвы. Они хотят поссорить всех ролевиков. Я так и знал. Это, короче, интрига вечера. Мне кажется, что это реально было. Там даже кто-то написал, что кто-то, может, нанимают каких-то ботов для того, чтобы дислайкать. И я сижу такой дома, читая из крови, вот я такой... Что? Ну, в тот момент, когда ты понимаешь, что люди, может, слишком в это вникают. Знаешь, там уже настолько это... Ты знаешь, какой киберпанк, такие интриги. Вот что я скажу. Короче, мы посмеялись, ребята. Дизлайкайте видео, если вам это не нравится. Конечно, это бог. Вы в свободной стране почти. Так что... Так что так вот. Ладно, ребятки. Мы сегодня, на самом деле, повеселились. Хорошо было со всеми поговорить. Во вторник встретимся, опять же, на кампании Enoi. И мы... Еще вернемся сейчас. Вот... На самом деле в Enoi канои, и придет Новый год, и мы приближаемся к финальной ноте этой главы. Да, ребята, да. У нас потихоньку... Осталось 2-3... Серьезно? Ну, как бы... Я думаю, до Нового... То есть, если не новогодний стрим перед Новым годом... Ну, короче, до Нового года будет... The final show, да. Ну, не final show, но типа, чтобы закончить главу полностью. И потом уже будет маленький брейк у нас. Ну, что-то там еще поиграем. А потом увидим-то. Начнем либо дальше это тянуть. Ну, я думаю, что всем... Всем хотелось бы увидеть эпик Рюрика и эпик всех остальных. Так что будем... Ну, как игрокам уже зайдет. И, конечно же, кто выживет. Потому что я... Как это? К вам Санта не придет. Если вы мертвы, вы... You die. Напоминаю, что в Enoi, в том... В сеттинге, где мы играем, я напоминаю там, что... Там нельзя воскресить никого. Ну, тебе надо очень сложно. Нет. В зоне... А, да-да-да. Все. It's over, my friend. Так что будем во вторник. Ты еще будешь у нас в квадратике. Но я думаю... Тебя очень хорошо было слышно, Саня, в прошлый раз. Круто. Я посмотрел. Было очень смешно. И... Ты видел картинки с злой руки, доброй Рюри? Да-да-да. На самом деле, ты почему-то мне напоминаешь в этом мониторе. Мне напомнило этот из Austin Powers'а Little Evil Me. Я разглобный злодей. Да-да-да-да. Да-да-да. И во вторник... Надо нас critical role дизлайкать! Точно! Мэтмастер такой... Ах, пидорас! Я где-то видел... Один товарищ мне написал когда-то в ВКонтакте, что... Мы что-то прикалывали. Заходи, заходи, чувак. Приходи, поздоровайся. Да, заходи. Здорово-здорово. Здорово-здорово. Пришел дядя Денис. Бери стульчик, садись к нам. Ты где? Мы что-то пять минут. Тихо пока. Остывай. Давай, остывай! Ох! Ох! Просто наш... Он мне написал, типа... Магнарс написал. Не-не-не-не. Один парень написал мне, что мы в прямом опире сказали, что critical role украло нашу идею. Но мы тут что-то шутили, а он не понял. Ну, чувство юмор у всех есть. Почему? И я тогда такой. На самом деле, да. Мы как бы... Ну, на самом деле, нет. Мне кажется, знаешь, тут штука в том, что типа... Типа, мы стримим одинаковый контент, и как бы тяжело изобрести велосипед заново. То есть это самый оптимальный формат для того, чтобы стримить этот контент. И понятно, что на самом деле все каналы, которые стримят, ну, игры по Dungeons & Dragons, они все плюс-минус одного формата. То есть есть два формата. Есть студийный формат и есть скайповый формат. Здорово. Здравствуй. Привет. Заходи. Ты будешь... Ты куда? Куда? Сюда. Вон оттуда. Поздоровайся со всеми. Я помахал. Я помахал. Фон, да. Фон... Ну, мы это все общими усилиями, но, конечно, ребята. Ребята больше всего, да. Все помнят, видишь? Фон крутой, фон крутой, фон крутой. Да, супер крутой. Просаживайтесь, может, блин. На самом деле, понятия не имеют на нас. Видите? Тебя уже не будет видно. Может, мы все так скажут. Так, мы все тут. Power. Мы, на самом деле... Power Rangers. Black Metal. Ты за кого будешь играть? За Warlock? Это все заклинания всех победителей. Мы на вампиров. А, это на вампиров? А, ты уже готов. Слушай, ты не спорили еще своего персонажа. Я еще тут делаю вид, типа, никто ничего не знает. Какие вампиры? Я ничего не знаю. Мы не играем еще. Мы не знаем, какими будем заклинаниями использовать. Что там будем делать? И так, значит, оп. Да, да, да. На самом деле, на самом деле, если... Честно, вот... Для меня, вот, Critical Role служит просто источником вдохновения. Ну, они крутые чуваки. Да, да. Red Wind 5, 7, 1, 8. Да я ж подвинулся, вот. Куда? Куда дальше? За вампира Некрома, да. За Носферату. За Носферату. Я в друг роду играю таким. Ты будешь Носферату играть? А ты Гангрелом или Брухо? Гангрелом скорее, наверное. Где? Как я угадал? А что ты? Гангрел это такие, типа, Примал. А, типа, долбанутые какие-то. Ну да, да. Я хотел играть эти игры. Буртуальные игры. Я не помню, в 20-ой версии есть ли это, Giovanni еще. По-моему, они есть. Giovanni, нет. Они же все, по-моему... Там их кто-то... Все вымерли, по-моему. Все играли. Ну, короче, я хочу быть каким-то итальянцем. Мне пофиг. Я буду говорить, пор фавор, вампира. Да, Мэтт Мерсер, честно, это, по-моему, топ. У него есть, как бы, немножко опыта за спиной. Ну, тут, знаешь, тут, как бы, тут, ну, нельзя, конечно, равняться, типа, на... У меня слеза потекла. Да. Нельзя равняться на ребят, которые, типа, профессиональные, типа, ну, остальные актеры, в первую очередь. То есть, ну, поэтому... Ну, нет, это разные-разные форматы, разные эти. Ну, да, да. Есть, просто, нам, мне кажется, в нашем, ну, как-то, в нашем виде действий, деятельности, самое... Главное, главное... Не, не то. Я имею в виду, в этом, в этих шоу есть одна, один большой недостаток. То, что ДНД, ну, достаточно, ну, как-то, неловкая игра, да? То есть, ты изображаешь каких-то... Нужно преодолеть себя немного. Немного себя, но ты, если это стримишь, ты должен себя вести, типа, нормально. Я не хочу... Потому что есть очень много каналов, когда я включаю этот канал, мне стыдно застает за них. Знаешь, когда... Это потом называется испанский стыд. Когда тебе стыдно за то, что делают другие. И ты такой сидишь, типа, holy shit, что это? Господи Иисусе! И ты не можешь им сказать... Ты хочешь им сказать, ребята, вы молодцы, вы крутые. Ну, в какой-то момент я понимаю, что... Я не могу остаться на этом канале. Ну, мне кажется, это очень тяжело это делать. Может, и про нас некоторые люди думают. На самом деле, да. Это тот, который дизлайкает. Ну да, да. Это один чувак, который сломал систему всем, и оказывается, это даже вытянули на главный совет. Там этих... Да, тут, ну, кланов на самом деле дофигища. И если смотреть все сплотбуки, которые вышли по первой редакции, там их просто очень много, кроме классических семей, или сколько их там, я не помню. Да, там Асамиты есть. Потом есть вымершие кланы, всякие Каппадокии, Каппадокия, ну, потом всякие Джоланни. Крепость на голову. Спасибо. Надеюсь, это не меняет. Что там? Крепость тебе на голову? Да, да. Это мне. Я, типа, за одно заклинание матерился. На седьмом уровне. Да. Волшебник, может быть, сейчас призвать Крепость. Типа, быстрее боя, типа, окей, в Крепость. В Чик-Чирике в домике. Да. Ну, точно. В Чик-Чирике в домике, а тут в Чик-Чирике в Крепосте. Ладно, ребят, наверное, будем собираться, потому что нам нужно поделомить, и мне жена, на самом деле, зарежь, если мы сейчас будем выказывать. Так что, ребятки, всем спасибо. Очень крутой фон. Спасибо тебе, Денис, что мы смогли... Почему тебе, старик, шел, что ты участвовал в этом? Да, я пришел, порезал. И я тебе помогал. Мне кажется, что тут мы все помогали тебе. Каждый раз я прихожу, я, типа, этот юный подаван. По какой редакции будем играть в «Вампирах»? В общем, в основе будет «В-20». Это юбилейное издание к 20-ти годам, по сути, четвертое, если я не ошибаюсь. То есть в «В-20». Старый мир тьмы, O-V-O-D, который в «В-20». То есть это «Маскарад», а не «Реквием». Вот. И там будет, конечно, свои хоум-рулы будут. То есть оно не будет там полностью по книге. Немножко упростим. Добавим несколько классных фишек из плейтеста пятой редакции, которая сейчас в плейтесте, собственно, находится. И будем играть. Да, иду я выключать. Вы можете все... Всем спасибо, ребята. Я ухожу из кадра между делом. Всем любимым, кто просидел сегодня. Подписывайтесь, фолуйте. Я буду не мушкать. «Джисус». «Джисус».